всем здравствуйте вы на канале солнечный дворик и с вами я елена бородина и сегодня сегодня я на фоне своих бролеров которым 13 дней запишу вам видео как я выращиваю птичку почему она у меня достигает хорошего веса крупных размеров у меня всегда бролер и открою вам все свои секреты хотя ничего секретного моем выращивание нет я буду рассказывать именно что я делаю с птичкой как я выращиваю сегодня рассказываю конкретно на этой птице чем я ее уже пропаила и чем буду пропаивать период с 1 по 21 день как я считаю птичку мы поднимаем первые три недели как мы ее подняли в неделе так она и пойдет дальше таких размеров она будет достигать у нас дальше и начинаю с самого нуля что необходимо для выращивания крупного бролера когда я вынимаю из инкубатора да да я именно инкубирую сама яйцо я сразу ее помещаю брудер брудере начинаю пропойки сначала я вам расскажу про пропойки которые я делаю потом расскажу о температуре содержания поговорим про свет и про воду это вот все основные факторы которые нужны для выращивания крупного бролера и так поместила я ее в инкубатор и в инкубаторе у меня стоит пропойка я сразу наливаю глюкозу плюс аскорбинку если глюкозы нету как в этот раз но не купила я глюкозу я наливаю водичку мед добавляю вместо глюкозы расчет глюкозы или меда на пол литровую банку 1 чайная ложка и плюс аскорбинка аскорбинку я покупаю в пакетиках по 5 граммов так вот этот пакетик идет на 6 литров воды вот высчитываете это одна шестая пакетика на пол литровую баночку ставлю я сначала в пол литровых баночках стараюсь маленький объем ставить потому что брудере 35 градусов и вода очень очень быстро начинает становиться теплой теплую воду птичка не любит чтобы вода была прохладная я часто меняю баночку первые сутки она у меня пьет именно эту водичку с глюкозкой и аскорбинкой пока я вынимаю первые сутки из инкубатора эта птичка у меня довольно таки быстро вся дружненько вывелось на 20 день инкубирование вывелось у меня всего 9 цыплят и все остальные их у меня 48 штук все остальные выявились у меня на 21 сутки то есть очень дружно очень хороший был вывод но птичка моя прям спала первые пять дней я очень здорово переживала но потом все было хорошо так вот от последнего цыпленка проходят сутки то есть зеленый помет у нас прекращается и я начинаю пропойки кто не применяет антибиотики ради бога не применяйте это ваш выбор я рассказываю так как выращиваю я антибиотики я применяю обязательно и всем советую особенно начинающим если вы хотите чтобы выживаемость птички было стопроцентного стоп укрепился иммунитет с первых дней жизни и был хороший набор веса необходимо бролеру применять антибиотики это искусственно выращенная птица это не порода поэтому ее надо в первые дни жизни обязательно укрепить с прошлого года я применяю вместо антибиотика природный антибиотик я уже неоднократно рассказывала в прошлом году я вот в таком пузыречки применяла а в этом году я нашла вот такой лазикор видите 20 миллиграммов лазикорм я применяю из расчета 1 кубик на литр воды в течение четырех дней то есть профилактическая пропойка ведется от 3 до 5 дней для меня лично лучшее лечение это профилактика и основные средства моей профилактики это вентамины антибиотики и пробиотики закончила я пропаивать лазикормом на четвертые сутки и дальше на сутки я даю пробиотик у меня это байкал вот такой байкал м2 где его купить я неоднократно уже выставляла всю информацию по про покупку у меня есть группа в telegram вот мы в этом году все дружненько заказали байкал м2 и все закупили также можно использовать витом 1 тоже хороший пробиотик сутки я поила пробиотиком а потом начала чередовать с витаминами витамин у меня вот такой витам очень хороший витамин но вы можете использовать свои витамины но давайте немножко остановимся на витаминах некоторые витамины вызывают жидкий помет у бролеров например в нашей группе в этот раз от чектоника у бролеров у одной из нашей участницы начался понос что мы делаем если начинается от витаминов понос мы его начинаем чередовать с пробиотиком если вы начали пропаивать после антибиотика сразу витаминка и увидели жидкий помет прекращаете давать витаминки и давайте сутки пробиотик а потом чередуете ночь пробиотик день витамины или наоборот и так 5 дней я как пропаивала я пропаила сутки пробиотиком байкалом и потом начала пропаивать свою птичку кальций-борглюканатом зачем чтоб укрепить ножки бролера я пропаила байкалом и потом начала пропаивать свою птичку кальций-борглюканатом зачем чтоб укрепить ножки бролера если у вас вес птички начал опережать нормы а для каждой птицы есть норма набора веса если вы взвесили несколько штук и видите птичка опережает нормы обязательно надо укрепить ее ножки где-то 7 дня я начала сыпать в корм ракушку вы можете добавлять в корм или скорлупу от яйца или ракушку я добавляю ракушку где-то 7 дня я начала сыпать ей ракушку и с 11 дня начала пропаивать кальций-борглюканатом если не дай бог у вас уже к этому времени какая-то птичка села на ножки то обязательно первая пропойка из расчета 5 кубиков на литр воды потом переходите на 3 кубика на литр воды хоть у меня и не села ни одна птичка на ножки но первую партию 3 литра я им налила из расчета 5 кубиков на литр воды а потом стала пропаивать 3 кубика на литр воды это пропойка длится 5 дней то есть сейчас у меня птичка сидит на кальций-борглюканате вот такой у меня пузыречек я его вот здесь вот прокалываю и пропаиваю свою птичку что я буду делать дальше пропойках я закончу кальций-борглюканат и посажу свою птичку на байкал м2 воду без байкала она у меня пить не будет у меня уже постоянно будет сидеть на байкале м2 некоторые свою птицу пропаивают как диастатиком кто на 16 день кто на 21 сразу скажу я содержу свою птичку в клетке поэтому я как диастатиком пока у меня птица находится в клетке никогда не пользуюсь я не глистогоню свою птицу и профилактика как диастатика у меня не происходит то есть птичка у меня на забой если забиваю рано идет совершенно чистая как диастатик и глистогонку я использую только тогда когда выпускаю птицу на выгул ну вот и все все мои пропойки дальше давайте остановимся на температуре содержания говорю вам график температуры содержания своего бролера с 1 по 5 дня когда я запускаю брудер свою птичку и держу до пятого дня температуру 33 35 градусов 6 по 10 день у меня температура брудере 30 32 градуса с 10 по 13 28 29 с 14 по 21 27 28 и с 21 по 30 я держу температуру 26 28 скажите жарко да может быть но я всегда до 30 дня держу температуру 26 28 градусов если брудер у меня сильно заполнится птичка займет все пространство клетки то я снижаю до 26 потому что птичка себя греет и у ее все равно внизу будет температура около 28 градусов никто у меня не задыхается никто у меня не дышит тяжело но это мой принцип так я выращиваю всегда терморегуляция у бролера начинает работать только после 18 дня поэтому до 18 дня особенно тщательно надо греть греть и греть нашего бролера давайте понаблюдаем теперь за птичка в другой клетке и поговорим о свете свет 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 это очень важная составляющая для бролера свет у бролера всегда круглосуточный и свет хороший если будет у вас только красная лампа гореть то птичка у вас будет практически спать поклюет немножко и будет опять ложится поэтому у меня вот горят вот такие лампочки энергосберегающие и свет у меня всегда тем более вот видите сейчас температура нормальная на автомате у меня выключилась красная лампа а свет свет горит им светло тепло и они хорошо кушают и теперь вода вода у меня как можно холоднее что в баночках я наливаю холодную прихолодную воду что сейчас у меня ниппельное паение и в ниппельных паилках у меня прям ледяная вода ставлю в холодильник потом наливаю ведра и к ним приходит прохладник и водичка скажите нельзя нет можно я всегда выращиваю птицу на очень холодной воде ну наверное все я вам рассказала как я выращиваю своего бролера если у кого-то есть вопросы пишите в комментариях кого интересует выращивание бролеров заходите в группу в telegram но только в группе у нас условия в обязательном порядке вы смотрите новиночки которые я выпускаю а в дзен где я начала выпускать свои видео пока туда копирую видео двадцатого года там обязательно просмотр видео комментарий по комментарию я буду узнавать кто у меня работает а кто отсиживается моей группе telegram и мы даже выставляю фотографии своих бролеров потому что в дзене есть возможность поставить фотографии особенно когда есть проблемы у бролера мы в группе сообща посмотрим фотографии и самого бролера и помет если есть какие-нибудь проблемы с ним и все сообща в группе принимаем решение что надо делать с этим бролером как помочь бролеру ну вот и все вкратце я вам рассказала как я содержу своего бролера и как я добиваюсь результатов выращивание своего бролера доска не сказала самое важное самое важное это конечно комбикорм надо очень ответственно подходить к выборе комбикорма не всегда дорогой комбикорм самый лучший можно иногда и на недорогом комбикорме вырастить хорошую птичку сейчас я например пробую комбикорм который новый для меня это комбикорм микс line и вы знаете я очень очень довольна он не из числа дорогих но и не числа бюджетных но мне он честно говоря очень понравился об этом комбикорме я сниму отдельное видео и поделюсь своим мнением про этот комбикорм ну вот и все мира и добра вам и вашим семьям здоровья вам и вашей птички вы были на канале солнечный дворик и с вами была я елена бородина пока пока